Да, слава Богу, вечерняя молитва в нашей Киевской архипископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Киевская архипископия, да, Слава Богу за возрождение православия, за возрождение христианства, за силу воскресения Христова, Аллилуйя, Аллилуйя. Воскресение Христово, видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем, Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляя имя Господа, Аллилуйя. Поем о воскресении Его, распятие претерпев. Спасибо, Господь. Ты смертью смерть победил. Аллилуйя. Да, братья и сестры, Начинаем сегодня трансляцию. Трансляцию с вечерней молитвы. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо. Да, друзья. Вот. И сегодня... Да, приветствую всех. Уже шесть часов, да. Шесть часов начала трансляции. Все. Начинаем, друзья. Братья и сестры, кто присоединился уже к трансляции, подключился. Всех приветствую. Ну и благоставляю, конечно же, всех вас и ваши дома, родных, ближних. Благоставляю тех, кто потом в записи будет смотреть это видео. Слава Богу. Добрый вечер. Да, Олег пишет, да. Слава Богу. Игорь тоже подключился. Шалом, Сергей. Пусть Господь будет милостив к нам. Всем. Аминь. Аминь, аминь. Сейчас я посмотрю. Здесь у меня как раз сообщения еще пришли. Аллилуйя. Да. Пока написали Олег и Игорь. Да, братья, приветствую вас. Ну и тех, кто подключился. Значит, всех приветствую, благоставляю во имя Господне. Арсений тоже, да. Шалом, дорогой мой брат и отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Арсений, да. Радоваться. И еще говорю, радоваться. Слава Богу всемогущему. Хвала. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Слава тебе. И хвала. Боже всемогущий. Прими, Господь, сегодня фимия молитв. Господь. С наших сердец. Из наших уст. Боже. Как благоухание. К престолу славы. Аллилуйя. 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 И совершенно любовь, братья, сестры, совершенно любовь изгоняет всякий страх. Хочу прочесть здесь некоторые слова из послания Иоанна. Про страх как раз, кстати, прохожу это искушение. Ребенок лежит в больнице. Ой, да вы что. Да, присоединяюсь к молитвам тогда вашим, друзья. Вот, значит, а, сейчас, я посмотрю, у меня здесь просто не все пишется сразу. А, это Арсений написал. А, в больнице. Да, Арсений, присоединяюсь к молитвам вашим, вашей семьи за ребенка, да. Искушение прям, да, значит. Господь, благослови, исцели во имя Иисуса Христа, Боже всемогущий. Благослови. Да, возрадуется Арсений и весь дом его. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, возрадуемся мы все, Господь Божий, и прославим тебя, Господь, об исцелении этого детяти. Слава тебе, Боже. Слава тебе. Аминь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Да, интересно, Иоанн в своих посланиях раскрывает тему любви, поэтому его часто мы называем даже апостолом любви, вот именно певцом любви. Да, это тот самый Иоанн, да, богослов, евангелист. Слава тебе, Господь, слава тебе. И величайшим откровением как раз вот является то, что совершенно любовь, она изгоняет всякий страх. Совершенная Божья любовь. Как в царстве тьмы и греха страх действует, да, и для бесов, для врага страх является вот именно призывом к действию, как бы приглашением к действию. Так вот, а в Божьем Царстве, в Царстве Света, да, в Царстве Христа, вот таким приглашением к действию, да, и вот такой движущей силой является вера, является любовь. Вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Вот, и совершенно любовь, она просто изгоняет действительно всякий страх. Так, удивительно, совершенно Божья любовь. Инна, Инночка, да, шалом, Сережа, храни тебя Господь с любовью и стулы. Аллилуйя. Ой, благоставляю Инну Сергеевну, свою супругу драгоценную, благоставляю детишек наших, внуков наших, благоставляю во имя Иисуса Христа. Да, я здесь пока в Киеве, вот, благоставляю, молюсь, молюсь за вас, молюсь за наш дом. Вот, у меня и зять мой, Михаил, сейчас вот в друзьях там, значит, на Фейсбуке, вот, пишет мне, молодец, слава Богу, там, лайкает, комментирует, молодец, активно, так вот. Вот, и Настя, смотрю, там, публикует, молодец, там, прославление, там, такие песни, прославление, восхваление, там, Бога, да, тоже на Фейсбуке. Молюсь за их семью, да, вот, наша семья рождает еще семьи, получается, да, и дальше, и дальше, и дальше. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Арсений еще написал здесь, врачи хотят делать шунтирование головы завтра утром. Да вы что? Он открыл сегодня, что исцелит сам, только верь мне. Мы пока отказались от операции, прошу молиться, чтобы Бог, да, также укрепил веру в исцеление. Вау. Да. Слушайте, давайте вместе, вместе как раз сегодня и помолимся, да. Все, кто присоединился сейчас, все, кто присоединяется к молитве сейчас, давайте вместе помолимся. Я присоединяюсь к этой молитве сейчас, Арсений, вместе с вами, с вашим домом, молюсь за детяти, да, за исцеление, полное исцеление, укрепление веры и исцеление. Аллилуйя. Ваше укрепление веры и исцеление ребенка. Господь, слава тебе. Бог всемогущий, благословен ты, Царь всей вселенной. Благословен ты, Бог наш. Бог, целитель наш. Благослови сегодня Арсения, благослови его дом, Господь. Боже, укрепи, Господь, эту семью в вере. Боже, в твое милосердие, твою любовь, Господь, твое исцеление, Боже, твою благодать. Боже, и благослови ребенка их, Боже, исцелением своим. Благостави врачей этих, которые стараются и делают, что они могут, но я знаю, что земные врачи лишь ограничены, лишь могут частично как-то помогать, но ты, Бог, безграничный, ты врач выше всех врачей, ты врач всех врачей, ты Господь всех господствующих, ты царь всех царей, ты Бог всех богов, слава тебе, благостави Господь, прикоснись к детяти прямо сейчас и исцели его во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, слава Богу. Да, еще просьба такая, помолиться за маму, да, за исцеление Валентина, аллилуйя, Господь, благостави во имя Иисуса Христа. Да, и Иночка пишет тоже, да, во имя Иисуса Христа, аминь, 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 за Валентину молимся, за ее исцеление, во имя Иисуса Христа. Слава тебе, царь царей, слава тебе, целитель, аллилуйя, аминь, аминь, аминь. Слава Богу. И благоставляю всех вас сегодня, друзья, потому что, может, кто-то не написал свои какие-то пожелания, просьбы. Тем более, что подключаются люди не только зарегистрированные на Ютубе. Кстати, если вы смотрите, заходите вот на канал, допустим, да, Ютуба, смотрите там трансляции, то буквально пару минут займет вашего времени. Вы зарегистрируетесь, пожалуйста, вот на Ютубе здесь, значит, и это дает вам возможность дополнительно вот не только смотреть, да, но и как бы отмечать там, лайкать, дизлайк, лайк. Вот, и делать комментарии, и какую-то нужду писать, и какие-то просьбы писать там, допустим, или комментарии писать под этими видео. Поэтому это совершенно очень простая процедура, на Ютубе очень все, простая схема регистрации. Поэтому я рекомендую вам это сделать. Ну и не забывайте подписываться тоже на мой канал, подписаться, да, и лайкать, не стесняйтесь, и делиться с вашими друзьями. Слава Богу. Приветствую всех с Киева, с нашей Киевской архипископии. Благословения Божьих всех вам, возлюбленные братья, сестры. Сегодня 29 августа. Кстати, очень интересно, сегодня исполняется 122 года со дня завершения, торжественного завершения Базельского собора. Конференция, Конгресса или как назвать, так, ну, конференция Базельской. Вот. Отец Сергий тоже наш написал, он только приехал в Сато и сразу с поезда в больницу. Ой-ой-ой. Он вчера, как мы вчера по телефону говорили, он жаловался, что у него там, да, что-то в сердце болело, что-то с легкими что-то. Вот, не знаю, что случилось, и он обратился в больницу, и вот сейчас написал, что он уже в больнице. Ай-яй, да. Ну, я подозрел, что его положат, но он очень жаловался, что очень боли сильные. Молились тоже за него. О, да, слава Богу. Здесь даже провокационные вопросы такие пишутся. А чей Крым? Божий, конечно. Чей еще? Вся земля Божья, вся земля Господня. Вот. И так. Так, поэтому за отца Сергия молимся, за отца Сергия нашего молимся. Сейчас, я не знаю, сейчас еще здесь вот Николай подсоединяется, сын мой старший, слава Богу. Так что... Да, вызов есть, но пока нет соединения. Надеюсь, Коля тоже подсоединится сейчас. Инна, если сейчас Коля там рядом, то пусть он подсоединяется, прямо на Ютубе подходит. Вот, да, смотрит. А если нет, то тогда вот я сейчас ему пробую на Facebook Messenger дозвониться. Написано вне зоны. Странно, только что был звонок, только что. Вот, тоже хотел бы, чтобы тоже помолился он. Он вместе с нами сейчас, прямо сейчас, помолился. Вот. Господь, благостави. Благостави, Господь, во имя Иисуса Христа. Благоставляю Николая, благоставляю всех наших детей, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. А, вызов пошел. Слава Богу, вызов пошел. Да, слава Богу. Аллилуйя. Да, Коля, я сейчас уже на Ютубе. А ты видишь, да, меня? А, все, тогда я отключаюсь сюда, здесь. Все. Да, да, с Богом. Все, слава Богу. Замечательно. Так что, и Николай тоже смотрит. Привет всем. Шалом, мир вам всем Божий. Аллилуйя. Да, здесь благодарность за ответ. Потом Аминь. Арсений пишет. Аминь, да. Аминь, Арсений. Аллилуйя. Сергей, что вы думаете о трудах Александра Меня? Он еретик. Все бы немного еретики. И Роза подключилась тоже. Добрый вечер. По поводу Александра Мени я записывал много разных видео, поэтому можете их посмотреть. Вот. Я считаю его предтечей современной реформации православной. Первопроходцем. Один из тех, кто в наши дни, в наше время, вторая половина 20-го столетия, он поддерживал этот маленький слабенький огонек обновленчества, обновленческого движения. Вот. И будем так говорить, на сегодняшний день можно уже смело говорить, что он стал предтечей современной православной реформации. Первопроходцем. И, да, конечно, еретик, ну, как еретик? Я не думаю, что он еретик. Я думаю, что заблудший человек во многом, как и тысячи других православных священнослужителей, вот, есть некоторая разница в Писании между ересью и заблуждением. Вот, ересь подразумевает корысть, подразумевает лицемерие, всегда дело плоти, а заблуждение подразумевает всегда искренность заблуждающего человека, просто, значит, неполная информативность, осведомленность, вот, значит, заблуждение чаще всего искренне, на самом деле. И я верю, что Александр Мень, он не еретик, он действительно просто во многом заблудший человек. Вот, значит, ну, касательно, допустим, он же, будучи традиционным священником православным, он также и молился и к Богородице, и к другим умершим святым, к ангелам, вот, и к своей маме умершей, вот, вот, прося ее о помощи. Вот, это все элементы многобожии. Также он почитал иконы, кресты, хотя он это оправдывал, пытался, как бы, быть здесь неким адвокатом дьявола, но, значит, очень большая беда, конечно, была у него в жизни. Вот, но, знаете, последние годы своей жизни, главной его книгой стала книга «Сын человеческий», и последние годы его жизни, вот, именно 89-90 год, это очень такие христоцентричные годы. И последний его проповедь перед смертью, буквально за день до смерти, до мученической гибели, действительно, это проповедь именно чрезвычайно христоцентричная, об личности Иисуса, уникальности личности Христа. Александр Мень есть в календаре нашей церкви, в святцах Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Мы не молимся умершим святым, да, но календарь у нас есть, православный обновленческий календарь Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, нашей Киевской архиепископии, здания. И Александр Мень у нас там даже в календаре трижды вспоминается, вот, да, даже трижды. Вот, ну, конечно, в сентябре, вот, начало сентября, особенно, вот, Александровские чтения я провожу тоже, значит, здесь, в Киеве, прошлый год, в этом году тоже, Александровские чтения, так называли их. То есть, вечера, посвященные памяти этого мученика Христова, этого первопроходца, предтечи, предтечи реформации, мы вспоминаем добрым словом Александра Меня, Меня, значит, да, поэтому, слава Богу. Шалом, Авраам, да, шалом, 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 приветствую, слава Богу. Вот, кстати, завтра вечером мы встречаем шаббат уже, да, вот так вот время очень быстро бежит. Начинается, сегодня вечером начинается последний день трудовой недели библейского календаря, я имею в виду. В гражданском календаре еще не так, но в библейском нашем календаре пятница – это последний трудовой день недели. Вот, как написано в Библии, и был вечер, и было утро, день, ну, уже шестой. Вечер, день шестой, начало шестого дня. Так что, друзья, с завершением пятого дня и началом, поздравляю всех вас с началом уже шестого дня библейского календаря. Вот, чем памятен для нас шестой день? Ну, все, думаю, знают, да, кто Библию читает. Шестой день – это наш общечеловеческий день рождения. Это можно спеть нашему пращуру, нашему праотцу Адаму и нашей прамаме Еве спеть многолетие, да, мы будем так говорить. «С днем рождения тебя! С днем рождения, Адам! С днем рождения поздравляем! Адам и Ева, мы вас!» Это наши пращуры, это наши прародители, да, они были созданы в шестой день. Поэтому шестой день – это наш общечеловеческий день рождения. Да, потому что были созданы наши пращуры, наши прародители. Вот, и, в общем-то, да, пусть история пошла не совсем так, как хотелось бы, но ничего. Кстати, остается чуть больше месяца. В конце сентября мы будем встречать уже новый 5780 год от сотворения человека, от Адама, от сотворения мира, как мы говорим. Так что, вот так вот, через месяц Адаму стукнет 5780 лет, да. 5780 лет, да. Из них почти тысячу лет Адам таки прожил на земле. Интересная очень. Интересная история нашего праотца. Интересно будет с ним пообщаться, конечно, поговорить. Я думаю, был уникальный человек, просто удивительный человек. В нем и Ева, самая, наверное, прекрасная из всех женщин. Вот, значит, в каждой женщине есть немного от Евы, а в каждой мужчине есть немного от Адама. Вот, все самое хорошее, доброе. Бог создал весьма хорошо человека. Это не было браком, это не было там халтурой, нет, это было прекрасным, совершенным творением Бога. Аллилуйя. Вот так вот. Но, слава Богу, не только за ветхого Адама, того нашего пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра-пра-отца. Вот. Но наипаче благодарим Бога за нашего нового Адама. Аминь. Новый Адам – это сам Иисус Христос. Два тысячелетия раскрывается эта тайна нового Адама. Раскрывается великое таинство. Два тысячелетия постепенно, как будто он, раскрывается тема спасения, глобального, мирового спасения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Ибо так возлюбил Бог мир. Почему пять тысяч? Сейчас же семь тысяч пятисотый какой-то год сотворения мира. Нет, если брать именно Библию, библейский календарь, то пять тысяч семьсот семьдесят девятый завершается сейчас от сотворения мира. По поводу семь тысяч пятисотый – это антисемитская такая хитрая календарная такая штучка. В традиционном православии есть такое воззрение, особенно у старобрядцев. Официальная, каноническая православная церковь, это сейчас не особенно популяризирует, это считается частным богословским мнением больше. А вот старобрядческие православные, древние православные держатся до сих пор от этого старого антисемитского календаря, который был придуман назло евреям. И очень много в историческом христианстве еще с четвертого столетия, начиная с того самого антихриста, царя Константина и его мамы, не менее более антихристовой Елены. Вот начиная с этих вот извергов и тиранов, вся история христианства наполнена вот такой мерзостью антихристианства, наполнена антисемитизмом и в общем-то, увы, увы, история очень серьезная такая вот. Я говорю по поводу антисемитизма, проблемы антисемитизма, очень часто говорю, вот, и считаю, что в преодолении антисемитизма и прочих всяких этих измов, ну, на самом деле, очень большое благословение будет для церкви. А до потопа сколько было лет в земле? Я сейчас не помню календарь потопа, до потопа не помню, честно говоря, надо будет посмотреть. Я знаю, что от сотворений мира 5779 завершается, а от нашего исхода есть, ну, два календаря, два исчисления лет, вот, традиционно, два исчисления вот всех месяцев года и лет исчислений. Первое это от сотворения мира, второе от нашего исхода, ну, это опять-таки по просьбе самого всемогущего Бога, помните, да, когда Бог нас вывел из Египта, то Он сказал, среди прочего, Он дал несколько таких интересных заповедей сначала, в самом начале исхода, и одна из самых первых заповедей, Он сказал, что месяц сей, то есть Ниссан или Авив, да, первый месяц, месяц сей, да будет у вас начало месяцев года. И поэтому еще и счисление, кроме от создания мира, от Адама, еще мы ведем и также от нашего выхода из рабства египетского. Так вот, со времени нашего исхода, значит, прошло 3331 год и 5 месяцев, то есть, ну, 3331 год с половиной сейчас, вот, начинается шестой месяц скоро уже. В эту субботу уже мы празднуем новомесячье, и воскресенье, 1 сентября в этом году выпадает с первым тоже числом лунного календаря. Такое, нечастое совпадение, вот, поэтому, значит, ну, этот месяц следующий, сейчас месяц Ав завершается, Ав месяц, знаком, символом этого месяца является Лев, да, значит, и Сила, месяц Ав, он во многом утешение для нас на самом деле сейчас, утешитель, но, значит, следующий, последний месяц, если считать от сотворения мира, наступает 1 сентября, 1 число будет месяца 6, да, со времени нашего исхода, если брать еврейский календарь традиционно, то, как он называется, кто помнит из вас, как этот месяц наступающий называется, последний месяц календаря, если считать от сотворения мира, Элул, или Элуль, по-разному произносится, Элул, это еще аббревиатура, всегда, споком веков, это слово Элул, оно воспринимается, как аббревиатура, помните, да, это из речения, из писания, я об этом на утренних молитвах часто рассказывал одно время, они, то есть я, да, они, ле, доди, ве, доди, ли, то есть, как переводчики перевели синодальные, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, они, ле, доди, ве, доди, ли, и если, значит, первые буквы взять этого из речения библейского, то получается Элул, или Элуль, да, удивительно, поэтому этот месяц, он как раз такого радости, любви, и единения, и трепета пред Богом, трепетной любви, месяц трепетной любви, такое из речения есть, мир вам, тоже Татьяна пишет, шалом, да, мир вам, благодарим Бога за ваше возрождение, пусть Господь Божья благодать ведет и укрепляет вас, Аллилуйя, Аминь, Аминь, Слава Богу, друзья, добрый вечер всем, кто подключился, кто уже подключен, и кто подключается, я вижу еще, вот, и я призываю вас к хлебопреломлению, сегодня вечером совершить хлебопреломление, причастие, евхаристию, и, кстати, молюсь тоже из-за ребенка, да, вот сына, ну, или дочери, даже не понял точно, у Арсения, да, и за нашего отца Сергия, молюсь, вот, за Валентину, молюсь, там, значит, там было указано, маму, да, благоставляю, еще есть тоже нужда молитвенная, мы молимся за нашего благочинного здесь в Киеве, за отца Алексея Прошака, благочинного нашего Протерея, молюсь за его полное выздоровление и исцеление во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, и призываю вас тоже молиться о его полном выздоровлении, полном восстановлении, после операции всяких этих, во имя Иисуса Христа, аминь, слава Богу, да, врачи постарались, сделали операцию ему, и, да, значит, а вот, но, Авраам пишет, да, первая луна совпадает с первым сентября в этом году, редкое совпадение, да, я и говорю, что это не часто бывают такие совпадения, чтобы лунный месяц совпадал с солнечным месяцем, но вот, в этот раз так совпало, вот, а уже 29-го числа, да, будем уже приготовляться сентября в этом году, будем приготовляться уже к Новому году, да, 30-го числа сентября в этом году уже Новый год, так что, и осенние праздники, кстати, начиная вот с 30-го сентября, да, осенние праздники, череда осенних праздников, Йом-Таруах, там, другие праздники, это для нас, для новозаветных верующих, евреев, неевреев, это праздник Машеха, это все праздники Машеха, это все праздники Христа, Господни праздники, потому что говорят они и о первом пришествии Машеха, о Рождестве Христа, и о его втором славном пришествии на облаках, Аллилуйя, слава тебе, Господь, поэтому это праздники Машеха, праздники Иисуса Христа, Аллилуйя, слава тебе, Господь, поэтому, да, мы еще 29-го числа, 30-го сентября, ну, вот через месяц, получается, мы будем проводить такие здесь тоже рождественские служения, и дальше будем петь калятки, эти рождественские песни, эти украинские прекрасные. Вифлее Миднес Мария Пречиста, породила у вертепи нам Христа, Слава, во Вишніх Богу, слава, во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Прибігаю до вертепу пастири, із собою несу дари в офері, Слава, во Вишніх Богу, слава, во Вишніх Богу, и мир всім на землі. И многие другие песни прекрасные, проставляюющие рождение Спасителя, но в историческом христианстве, конечно, о Рождестве принято говорить зимой, принято говорить не как раз тогда, когда Он родился, а принято говорить в конце декабря или даже начало января. Хотя исторически Он родился, по-нашему, получается, в сентябре. То есть сейчас предрождественские дни. Крисмастайм, время Элул, это вообще Крисмастайм, это однозначно. Месяц Элул, для меня это еще Крисмастайм, это время предрождественское, время Рождества, приготовление к Рождеству. Поэтому, да, когда в позапрошлом, позапрошлом, в прошлом годах мы проводили тоже такие рождественские служения, в сентябре месяце, да, пели рождественские гимны. Мы даже в Москве однажды проводили тоже такое служение рождественское в сентябре. Конечно, многие были шокированы, пришли верующие, разные конфессии, разные динаминации, были шокированы многие, было видно, это прямо на лицах написан вопрос, как? Сегодня Рождество, сейчас время Рождества, сейчас же сентябрь месяц, они говорили. Да, но исторически Машиах родился именно как раз сейчас, слава Богу. Да, хорошо, еще вопросы здесь, или что, по поводу теории плоской Земли, о том, что большой взрыв, эволюция и космос, это все одна большая ложь, чтобы убедить людей в материальности этого мира. Да, вот сегодня должен был бы быть у меня наш отец Максим, он в этом больше разбирается. Я, честно говоря, слышал разные мнения, вот, слышал и читаю очень разные такие отзывы. Я не могу сказать ни то, ни другое. Библейский, да, я могу обосновать и одну, и другую точку зрения. Но если библейский, то теория плоской Земли, она более, конечно, если брать библейские именно тексты, она более соответствует как раз вот Библии. Но я не могу сказать, утверждать что-то. Но отец Максим наш, который должен был быть сегодня, но мы с ним будем завтра вместе на эту тему общаться, как раз тоже, ну, на разные темы, в том числе на эту тему. Он сам научный сотрудник, он ученый человек, он в том числе и теории, там, земли, устройства Земли, он занимается профессионально. То есть он научный сотрудник, он ученый человек, он занимается этим профессионально. Он занимается самолетами, вот, самолетостроением, там, проектированием самолетов. У него очень интересно, там есть такие научные работы на эту тему, и он это может рассказать как человек-ученый. Я лишь могу как теолог, как богослов сказать, значит, но опять-таки, значит, библейски могу обосновать и одну, и другую точку зрения, вот. Да, и Ольга пишет, что просьба молиться за пастора Сергея, молюсь за Сергея Демидовича из Славянска, да, вот, снова открылось кровотечение от высокого давления, молюсь за него, как раз вчера смотрел его, вот это вот, как называется, два портфеля, там что-то еще, вот, смотрел его программы, очень такой человек, ну, трезвомыслящий. Я, правда, его вживую только лишь однажды увидел в прошлом году на свято-подяке, значит, и, ну, мельком буквально только, к сожалению, ничего, Господь, да, дарует нам общение еще, вот, тоже молюсь за Славянск, молюсь за их церковь, вот, за его служение, очень непростое служение, знаете ли, такое, он человек мудрый, такой, очень такой образованный человек, и деликатный, знаете ли, он как проповедник, очень интересный человек, вот, Ольга еще пишет еще другое еще, и прошу за молодую женщину, 36 лет, Юлия, ставит предварительный диагноз рассеянный склероз, ух ты, да, значит, 36 лет, молюсь за Юлию, да, значит, за освобождение от этой болезни во имя Иисуса Христа, и пусть все эти процессы старения, проклятия старения, пусть будут остановлены в ее жизни во имя Иисуса Христа, пусть Юлия обновляется во имя Иисуса, юность ее обновляется в радости пред тобой наш Бог и Царь, Аллилуйя, слава тебе Господь, слава тебе Господь, и пусть сегодня вот эта обновляющая сила Духа Святаго действует в нас верующих, сегодня, совершая причастие, рассуждаем об исцелении, да, много, вот на протяжении этого месяца Аф, и вот мы уже, вот на днях уже входим в Элуль, много очень совершается, действительно, такого, какие-то, как суды какие-то, какие-то вот такие очень важные, ну, хэшбон мы называем, да, это, ну, подсчет такой, мы ведем какой-то учет, вот, знаете ли, мы наблюдаем, стараемся за своей жизнью, вот, значит, и мы отмечаем какие-то такие моменты своего служения, своей жизни, вот, и я вчера обратил внимание, что Сергей Демидович, он старается вот этот как раз еврейский подход не терять и старается, наоборот, вот эту еврейскую составляющую в своем таком мировоззрении, служении восстанавливать, молодец, мне вот в этом плане очень понравилось его рассуждение как раз, это похоже на то, что мы называем хэшбон, как раз, подсчет именно как раз, подсчет, значит, и это очень важно, и пусть Господь благословит нас сегодня всех верующих во имя Господа Иисуса Христа, совершаем хлебопреломление причастия, и рассуждаем о теле крови Господа Иисуса Христа, да, апостол Павел, помните, писал, что и в его церкви, в первоапостольский век, казалось бы, да, век такой благодати сильнейшей, но было то же самое, что и сейчас, в общем-то, человек, он всегда человек, и в его церкви, да, он писал, что многие болели и немало умирают людей, не рассуждая о теле крови Христа, то есть, люди вроде как причащаются, да, вроде как участвуют в жизни церкви, в жизни общин этих, но благословения Бога проходили мимо почему-то, не проклятия проходили мимо, а благословения проходили мимо, почему так, почему проклятия, не благословения, почему благодать Бога, благословения Божьи проходили мимо, они не рассуждали о теле крови Христа, то есть, нам наука сегодня, какая наука? Я вам прошу сейчас Господа, чтобы Его благословения не проходили мимо нас, а чтобы приходили эти караваны благословения в нашу жизнь. Каким образом? Через наше рассуждение. Причастие оно совершается не просто нашими ртами и нашими желудками. Причастие Евхаристия совершается не просто нашим внешним человеком, не-не-не. И даже не просто мыслями нашими, нет. Да, оно совершается здесь и здесь, в наших сердцах и в нашем разуме. Но, это Евхаристия в чем? Во всей истине Евангелия, во всей истине таинства тела и крови Христа. Я понимаю так, рассуждаю так, что не только грехи мои Господь взял на себя. Даже это уже чудно. Даже это чудно и удивительно, конечно. Бог взял на себя мои немощи, мои болезни. И ранами Его я исцелился. Это еще большее чудо. То есть, стоп, принимая причастие, я рассуждаю так, что кровью Иисуса Христа, кровью Агнца Божьего, я совершенно прощен. Да, Бог простил все мои грехи, какие были, есть, будут. Для меня, живущего во временном измерении, это чудно, конечно. Это кажется невозможным, вообще нереальным, потому что для меня есть прошлое, есть сегодняшнее, есть будущее. Но Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И Агнец, Иисус Христос, Агнец Божий, он от века заклонный, в вечности, каким-то образом удивительным совершилось это таинство тела и крови Иисуса Христа. Агнца, таинство Агнца Божьего. Спасибо тебе, Господь. И в наше измерение, земное измерение, это приходит через веру, любовь, надежду. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И она изгоняет всякий страх. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Но не только Он, Бог, простил меня, оказывается, Он меня исцелил, Он меня благословил всеми благословениями небес через жертву Иисуса Христа. И как это принимается? Через веру, надежду и любовь. Но любовь из них больше. Мы называем это вечерей любви. Почему? Потому что это таинство любви. Бог доказал свою любовь к нам, отдав самого себя, кровушку за нас пролив. Сына Своего Единородного отдав, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это доказательство Его любви. Поэтому берем хлеб. У меня вот сейчас мексиканский лаваш здесь есть, остатки этого лаваша. Вот, значит, нашел только что. Так получилось, что я сунулся к вечеру, к трансляции уже время, а дома хлеба нету. Вообще. Вообще хлеба нету. Не корочки. Он хорошо в холодильнике нашел остатки лаваша. Он уже старый, правда, лаваш. Ему уже неделя, но он, смотрю, без плесени, все сохранился хорошо, думаю, в холодильнике. Хорошо. Вот я его использую как раз вот для причастия. Вот. И, значит, и у меня есть виноградный сок. Все. Пожалуйста, я совершаю таинство. Но даже если, к примеру, хлеба нет, то, ну, что-нибудь возьму, не знаю. У меня даже вот здесь сливки есть, допустим. Вот, вот, сливки есть, не знаю. Чем угодно. Или бесконтактно даже, даже бесконтактно. Значит, знаете, причастие – это в первую очередь наше рассуждение о теле крови Христа. Иногда бывает, я еду где-то в поезде там или вот в электричке, в метро, допустим, да, в трамвае. Значит, и вот рассуждаю о теле крови Христа, погружаюсь в эту тайну, вот, тела и крови Иисуса, его жертвы. И это есть причастие. Это тоже Евхаристия, только бесконтактное. Кстати, вот, как есть контактный бой, да, вот в единоборствах, есть бесконтактный бой. Вот, это высшее мастерство. Для христианина высшее мастерство, даже не используя вещество определенное какое-то, да, не преломляя физический хлеб, духовный преломлять умом своим, сердцем своим, непрестанно рассуждая о крови и теле Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. И пусть все эти караваны благословений, они не проходят мимо, они идут в нашу жизнь, в наши семьи, в наши дома, во имя Иисуса Христа. Караваны благословений Бога идут. Исцеление, благословение, процветание во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь! Мира, радости, любви! Благодарю тебя, Господь, за кровь твою, за тело твое. Благодарю тебя, Господь, за жизнь твою. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, о Дух Святой, за все я благодарю. Я тебя, мой Бог, люблю. Благодарю тебя, Господь, я тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, Христос, спаситель мой, Господь мой, царь мой, брат мой, друг мой, целитель мой и освободитель мой. Благодарю тебя, о Дух Святой, ты всегда со мной, утешитель мой, за все я благодарю. Я тебя, Господь, я тебя, Господь, люблю, я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо, спасибо за этот хлеб земной, хлеб, который ты дал из земли. Благодарю тебя, Господь. А наипаче, благодарю тебя за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа, праведника, спасителя моего, Господа моего. Благодарю тебя, Господь, за лозу земную, Боже, а наипаче, благодарю тебя за лозу небесную. О, великий виноградарь, Отец мой, Бог великий, царь царей, Господь господствующих. Аллилуйя, ты, великий виноградарь, благодарю тебя за лозу небесную, Иисуса Христа, спасителя Господа моего. Восхваляю лозу твою, Боже, и без тебя я ничего не могу сделать. Великая лоза и великий виноградарь, великий виноградарь и великая лоза, спасибо, Господи, за все твоя жизнь в моей жизни, и ты есть моя жизнь, Господь, собственно, ты есть моя новая судьба. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя за все, за все. За все тебя, Господь, я благодарю, ты исцелил от смерти душу мою. Аллилуйя, ты спас меня, Господь, и оправдал, Боже, спас Господь и оправдал, спасение даровал, исцеление даровал, жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Дар твой во Христе, слава тебе, Боже, смогущий, благословен, тело Иисуса Христа, аминь, кровь Иисуса Христа, аминь. Пейте, ешьте, братья, сестры, во славу Господа Иисуса, аллилуйя, аллилуйя. Можете прямо сейчас как раз и вкушать, я совершу тоже здесь как раз участие. Аминь. 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 Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, за исцеление, за все Твои благословения, за караваны Твоих благословений. Благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за моих братьев, сестер. Благоставляю сегодня свою семью, благоставляю супругу свою драгоценную Инну Сергеевну, благоставляю наших детишек, наших внуков во имя Господа Иисуса Христа. Благоставляю вас, друзья, братья и сестры, возлюбленные во Христе, дети Божьи, верующие, разные конфессии, динаминации, организации, структуры, религии, неважно. Во имя Иисуса Христа всех вас благоставляю, дети любви. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава к Христу Иисусу. Аллилуйя. Да, всех причастников, причастниц поздравляю с причащением святых Христовых тайн, тела и крови Господа Иисуса Христа. Я буду уже выключаться и буду размышлять. У меня есть еще время сейчас как раз вот. Все, я еще отвечу на пару вопросов, наверное, на фейсбуке, еще там пришли вопросы. Вот, и буду причащаться, рассуждать о теле и крови Христа. Вот, и завтра утром в 6 утра по киевскому времени добро пожаловать, подключайтесь к трансляции во имя Господне. Пусть Бог вас благоставит. Спасибо всем огромное за и молитвенное, и финансовое участие в моем служении Господу. Кто еще не знает, как и за что молиться, и как участвовать финансово, то под каждым видео есть информация с территории России, с территории Украины, как можно это сделать. Потому что мое служение в последние годы, оно в основном именно на территории Украины и территории России. 50 на 50 времени как раз я служу в наших двух странах этих. Слава Богу! Ну, конечно, молюсь за Беларусь, за поездки в Белоруссию, за Грузию, за наши церкви там в Руставе, в Цароване. Благоставляю в Молдове, в Румынии, в Бухаресте, благоставляю нашего епископа Богдана во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Продолжение следует...